Сегодня мы разбираем технику бега лыжника Андрея Скобеева. Здесь мы увидим множество нюансов, которые характерны для всех лыжников, ну и конкретные ошибки господина Скобеева. Начнем сверху вниз. Итак, работа рук. Типичная работа рук для лыжников, особенно для российских лыжников, которые делают огромное количество имитаций и вообще бегают с палками. Видите, как широко раздвинуты локти, и это закрепощает плечевой пояс очень серьезно, передается напряжение на шею, и это, конечно, с этим надо бороться. Бороться упражнениями для рук, о которых мы много говорили, и сводить локти для того, чтобы более легко и непринужденно работать руками и не бежать, как робот. Посмотрим, как смотрится Андрей сзади. И вот здесь мы тоже сначала посмотрим на положение корпуса и рук. И вот здесь мы увидим, что Андрей, конечно, достаточно сильно сутулится. И это мешает не только в беге, но и в лыжных гонках. Не так эффективно передается усилие рук, и не так эффективно идет продвижение, если лыжник сутулится. И, кстати, хочу сказать, что большинство западных звезд, что Лукаш Бару, что Нуртук, что Колония, не сутулится во время гонок. И в беге этого надо тоже избегать. Работа ног. И вот тут мы видим, как левая нога у Андрея уходит в бок. Причем это относится только к левой ноге гораздо больше, чем в правой. Я не знаю, с чем это связано. То ли с травмой у Андрея вполне возможно, то ли с какой-то специфической техникой у лыжных гонок вполне возможно. Но эта ошибка, так называемое разбрасывание пяток, которому я уже говорил, но вот здесь вот у Андрея, это именно очень сильно проявляется именно в левой ноге. И вот дальше это будет видно постоянно на всех повторах. И вот с этим тоже можно бороться. И на это надо обращать очень серьезное внимание. Теперь посмотрим на бег Андрея сбоку. Я не буду обращать серьезное внимание на вертикальные колебания. Здесь они у Андрея не столь велики. И для лыжника бороться с этим не так уж легко. А что касается естественности и гармоничности общего бега, то тут характерная для лыжника некая тяжесть бега. И она связана с тем, что недостаточно активно Андрей работает стопой. Это обычная ошибка для лыжников. Вот тут вот в основном идет бег за счет бедра, а работы стопой практически нет. Стопа достаточно вяло становится на опору. И хотя вот здесь вот вроде бы она так разгибается, но активного продвижения за счет стопы нет. Для этого надо делать упражнение на стопу. Это семенящий бег и, конечно же, прыжочки на стопе. Вот здесь еще очень хорошо видно, что у Андрея достаточно сильный завал внутрь, а кроссовки при этом без серьезной боковой поддержки. Поэтому идет такое серьезное заваливающее движение внутрь, и Андрей вынужден за счет корпуса компенсировать это. Это может привести к травмам, и этого надо избегать. Надо, конечно, бегать Андрею в кроссовках с боковой поддержкой. И это, кстати, поможет ему добиться более легкого бега. Хочу подчеркнуть, что беговая техника имеет прямую корреляцию с техникой лыжных гонок. Поэтому ведущие лыжники мира именно через беговые упражнения и через бег корректируют свои ошибки в лыжных гонках. Поэтому, если Андрей займется своей беговой техникой, это будет иметь положительный эффект и на технику его лыжных гонок. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok